Ты непосредственно живешь, тратишь деньги свои, кушаешь, пьешь. Это прекрасно для страны, я считаю. Я называю это с начала войны режим бомжа. А почему бомжа именно? У тебя где-то там находится какая-то недвижимость, на которую ты пахал много лет. Ну и ты наслаждаешься тем, что ты знаешь, что она у тебя есть. Этим роликом я хочу открыть серию интервью с нашими новыми эмигрантами в Черногории, которые проходят не простой, но кому-то кажется, такой желанный путь эмиграции. А ведь это выход из зоны комфорта, это поиск нового себя, это жизнь с нуля, поиск новых друзей, хобби, работы, ну конечно же, лишение тягости. Жень, ты говоришь, что много айтишников переехала, но среди твоих знакомых есть такие? Да, только непосредственно из моих знакомых переехало три человека, это люди из моего города. И даже их видно по улицам, как идут эти мальчики с рюкзаками за спиной. Они смешно выглядят. Да, и ты их сразу определяешь. Очень многие переехали молодые, совсем ребята без семей, у них еще их нет. Но и семейные тоже переехали. Честно скажу, за эти весенние месяцы 22-го года у меня создалось впечатление, что наши морские курорты превратились в силиконовую долину Черногории, которой никогда, в принципе, здесь не было. Будва, Бечичи, Бар, Котор, Тивот переполнены айтишниками из России, Беларуси, да из Украины в том числе. Я уж промолчу про украинских беженцев, у нас здесь развелось огромное количество. Я еще даже не знаю, как я юридически смогу ли я свою фриланс-деятельность легализовать в Черногории, потому что я уже разбиралась в этом вопросе, это сложно, потому что Черногория, законодательные точки зрения, не знает, что такое фриланс. Я видела неделю назад, вышел закон у нас в Черногории, что должны или, может быть, собираются принять для фрилансеров, что дадут фрилансерам жить от двух лет с правом продления еще два года, какую-то новую визу, не как у нас по фирме. Ты веришь, что это будет? Конечно, во всем мире это включается, это уже действует с прошлого года в Испании, благодаря ковиду в Хорватии, в Уругвай, в Аргентине, в очень многих странах это действует. И ты, если доказываешь свой доход, по-моему, от 1000 долларов в месяц, ну, вообще, что ты показываешь, у тебя есть доход, ты устроен в эту компанию по официальным документам, твой доход ежемесячно 1000 долларов плюс, ты получаешь возможность жить непосредственно в Черногории, когда это будет принято. А налоги там платить не надо будет? Не знаешь все эти темы? Вот пока не принят закон непонятно, но насколько я знаю по, допустим, Испании, у которой это с прошлого года действует, там не нужно платить налоги, зарплаты. Ты платишь налоги в той стране, где ты устроен, а в Испании ты непосредственно живешь, тратишь деньги свои, кушаешь, пьешь. Ты как вечный турист, это прекрасно для страны, я считаю. Вы знаете, стоит понимать, что Черногория – это такая маленькая страна с деревенским колоритом. Здесь очень спокойный такой образ жизни, никто никуда не торопится, и главное слово – палака, то есть не спеша. Конечно, людям из мегаполисов будет очень трудно здесь ассимилироваться и ужиться, и далеко не все выдерживают этот ритм и уезжают назад. Что еще из минусов сказать, из таких явно видных? Наверное, не самая лучшая медицина в Европе. Лучшие врачи уезжают отсюда, кто в Сербию, кто Евросоюз. Не самое, наверное, лучшее образование, хотя многим оно очень нравится. Здесь невозможно купить в одну секунду что-нибудь в интернете, как вы привыкли дома, и часть каких-то предметов, техники или запчастей для машины вам придется заказывать с родины с перевозчиками. К этому вы точно сейчас не готовы. Я знаю, что вы дочку отдали в русскоязычную школу «Адриатик». У нас в Будве несколько школ русскоязычных. И как ты оцениваешь здешнее образование, пусть даже в русскоязычной школе? Оценка конкретного образования отличная. То есть это такая же русская программа российская, по которой мы учились в России, но то эмоциональное здоровье, которое здесь она обрела, которое сделали в школе и которое смогли сделать в этой школе – это небо и земля. Здесь никто за цвет волос ее… Даже когда звонила директору школы и спрашивала, мы находились еще в России, я говорю, а у вас есть какие-то правила по внешнему виду? Мне сказали, у нас есть просьба к детям не ходить в купальниках в школу. Я говорю, а цвет волос? Он говорит, а нам все равно. У нас даже есть девочка с тремя цветами волос. Я говорю, значит, мы к вам приходим. Когда говорят, здесь ничего не найти и страна бедная и т.д. Ну, слушайте, зачем тогда сюда приехали, по большому счету? А что здесь делать, если преодолевать какие-то трудности? Тяжело людям, да. Да, тяжело людям. Ну, это, наверное, скорее всего, говорят те люди, которые где-то в другом месте тоже не достигли какого-то такого определенного уровня, который позволяет им все решать очень быстро и удобно. Может быть, другой момент? Это люди из мегаполисов больших, где все развито, где все можно купить по щелчку пальцев в интернет-магазине? Да, вот в Фейсбуке тоже обсуждали, была группа, где одни говорят, а давайте мы здесь откроем всякие сервисы доставки и всего остального. Ну, и тут же все на него навалились, сказали, а зачем? Оно никому не нужно. Кому нужно? Ну, вот ты приехал, ну, вот вас 500 человек, ну, вот вас там 600 человек. При населении 600 тысяч, там меньше, больше. Ну, наверное, черновецы. Рынка нет? Не то, что рынка нет, просто нет востребованности этого всего. Да, да. Рынок это понятно, а вот востребованности просто нет. Надо будет, они найдут. Ну, и так же, как и мы, собственно, где надо, находим. Я так понимаю, ты приехала осенью, был это еще курорт, многолюдный, прекрасный, жила ты, как турист, наверное, живи заранила, да? Да. И вот в какой момент к тебе пришло понимание, что все, пора становиться резидентом Черногории, пора делать боролок? Когда? Одним и небезызвестным утром февраля. Ну, несколько суток, голова, наверное, просто кипятилась, потому что там как-то, тогда еще было сложно какие-то решения принимать, тогда только были вот, так сказать, восприятие, обработка впечатлений. Началось все достаточно банально для России с того, что в нашей школе стало все больше и больше каких-то парадов, строевые песни. Это еще в ноябре? Это еще, это еще даже до ковида началось. Ковид, это как-то немножко стало больше и больше, осуществлялось под таким вообще очень большим давлением. Справила, стандарты, что нужно думать, что нужно говорить. Ты себя ощутила в Советском Союзе? Я ощутила очень жестко. Причем, когда мой ребенок пел в вокальной группе, и она соглашалась вообще на все. Надо в театре поучаствовать, пойду участвовать в театре, надо какую-то там военную постановку, да не проблема, пойду в военную постановку, но при этом все это делалось для галочки, но нельзя детей обмануть. Она это все прекрасно чувствовала, она чувствовала эту абсолютную неискренность. Один из основных моментов, после которого, в общем, много что определилось, ребенок покрасил волосы. Какой цвет? Зеленый. Причем это была даже наша инициатива, она давно хотела, и она пребывала в тот момент в таком эмоциональном спаде в подростковом. Вот все, она должна принять новую себя, вокруг на нее как-то давят. Ну вот много, именно не касательно каких-то политических моментов, ребенок сам внутри себя начинает по-другому развиваться, мыслить. А его со всех сторон немножко подавливают. Следующий триггер. Я слышала историю про ЛГБТ. Ну расскажи-ка про это нам. Она поддерживает ЛГБТ. Напомню, 13 лет. Ну, когда дети начали обсуждать, что там геев надо сжигать на кострах, она выступила и сказала, нет, не надо, это все нормально, это все обычно. И в общем есть, поверь, сейчас все, ты задай подростку вопрос. А какие есть местоимения? Вот ты знаешь, он, она и оно, а их гораздо больше. Больше, да? Да. И сейчас люди определяют себя не по полу, не по гендеру, а по местоимениям. Все подростки об этом знают. Да, это новое вение. Откуда в Ростове надо, но это знают. Тоже из ТикТок или откуда? Интернет. Жень, расскажи, как отреагировала дочь, когда сказала, все, мы переезжаем в другую страну. Ей было страшно, что она потеряет друзей, новый язык, новая школа или она обрадовалась? Я скажу так, она нам сама сказала, родители, давайте так, либо мы переезжаем, либо вы меня забираете из школы. Это современный ребенок. И она, мы достаточно давно обсуждали возможность переезда, но просто это было раньше возможностью получить какой-то опыт, пожить в другой стране, поработать в какой-то международной компании с родителем и ей поучиться в школе. Но потом это вышло такое, давайте сваливать. Как говорится, месяц, когда я сюда приехал, только в отпуск еще к ребятам. А, в отпуск? Да, в отпуск приехал посмотреть, что к чему, как. Просто посмотреть страну, просто обычный отпуск. И, наверное, тогда уже я начал забывать дни, недели, их числа и все остальное. Пока, в конце концов, мне не сказали, ну все, пора. У тебя билет на самолет, тебе завтра вылетать. И что ты, как ты отреагировал? Ну, расстроился. А ты полетел домой? Да, конечно. Я полетел домой, мне друзья сказали, если ты в течение месяца-полтора не вернешься обратно, ты так и останешься дома. Я взвесил все за, причем против, почему-то не оказалось в никаких моментах, только за. И примерно через месяц вернулся обратно. В Черногорию? Да, в Черногорию. А почему вы выбрали Черногорию? В чем причина? Легкая легализация или что? Был ковид и очень многие наши планы и направления, куда мы планировали, они обрезались. Вот. И, соответственно, мы сюда приехали в отпуск, как туристы. Мы объездили все Балканы. Мы познакомились здесь с семьей. У них двое детей. Мы расспросили все, сколько стоит, как детей, где, чего не хватает. Мы все посмотрели. Приехали домой, посчитали, посмотрели и, в общем, решили, что дадим себе шанс в год для того, чтобы переехать и понять дальше, что мы будем делать. Ну, вот мы здесь и пока все устраивает. Пока я думаю, что гораздо дороже, чем на год мы задержимся. Насколько я понимаю, после февральских событий ты еще раз убедилась, что сделали правильное решение? Я каждый день говорила, какие мы молодцы и как вовремя мы это сделали. Да, мы успели спокойно собрать документы, собраться с мыслями и приехать. Я познакомилась с местными, мы отдыхали в Которе. Там были девчонки черногорки и парень турок. Вот. И вот этот вот парень, он рассказал как бы в двух словах вкратце, чего и как ему стоило здесь легализоваться просто. Что-то несложно. Да, я так что-то посмотрела, подумала, а почему бы нет. Учитывая, что я давно еще начинала учить сербский язык. Вот. Учитывая, что я всегда интересовалась традиционной культурой, этнографией и как раз конкретно балканского региона. Конечно, жить в стране-курорте прекрасно. Загорать семья, цветы, гулять по пляжам. Вообще, жизнь в Черногории напоминает такую жизнь в заповеднике или как в национальном парке. Но без денег жить невозможно. И трудоустройство одна из самых главных проблем этой маленькой курортной страны. Найти работу на сезон с мая по октябрь еще можно. Но как жить следующие полгода, платить налоги, официально существовать в этом государстве, легализоваться, пользоваться какими-то услугами, питаться в конце концов, не зарабатывая. Это очень тяжело. Поэтому мой лозунг в Черногории – создай работу себе сам или привези ее сюда. Жень, как ты зарабатываешь деньги? Я так понимаю, удаленно, да? Да, я работаю удаленно. Я работаю в иностранной компании. А как твоей карточкой? Самый тяжелый вопрос для гражданина Российской Федерации. Карточка какой страны? Банковская. Деньги мне приходят, зарплаты мне приходят на российскую карту. Поначалу никак. Я просто переводила деньги маме. Потом их складировала. Думала, может кто-то приедет, мне что-то привезет. Но сейчас прилетел наш друг, ученый. Он летел через Узбекистан. И в Узбекистане сделал себе, прямо в отеле, 4 карты. И вот переводы через российский банк Узбекистан и Черногория совершенно без проблем. Я художник, 2D-художник, иллюстратор, фрилансер. На какой рынок работаешь? Я работаю и на Россию, и на Запад. С сегодняшними событиями, я так понимаю, российский рынок у тебя подходит на второй план, да? Да. Ну, здесь есть тоже ряд сложностей вообще с этой работой. И сначала же ведь многие фриланс-биржи, они объявили бойкот всем пользователям из России. Сказали, что заморозят нам аккаунты там и прочее. Мне пришлось через поддержку доказывать, что я вот как бы нахожусь не в России. Ну, ты доказала это? Да, меня спасла туристическая уплатница. Чем занимаешься? Ну, чем занимаюсь? Я делаю видео, редактирую видео, делаю видеоролики из материала заказчика. Я делаю, ремонтирую компьютеры. То есть, друзей много, которым нужно поремонтировать компьютеры. Есть люди, которым просто нужно поремонтировать компьютеры. Друзья, я знаю, что ты приезжал сюда с друзьями и долгое время вместе жил. Тебе было с кем общаться, и быстро компания появилась. Но вот друзья уехали, и ты тут одинокий, такой серый волк. Ну, во-первых, не одинокий серый волк уже. Давным-давно, да? То есть, ну, сколько год здесь живу, и уже не одинокий, далеко не одинокий. Иногда, честно говоря, думаешь, лучше вот так, я возьму тропку, но скажу, что я занят. Ну, занят, конечно, но тем не менее. Вот. Дело все в том, что есть такая штука под названием соседи. Чем вы занимались зимой? Как не скучали? Зимой мы встречались с друзьями, общались. На столке были? На столке были. Здесь даже есть иммерсивный театр, на который мы ходили. Что это? Активный театр – это когда тебе предлагается игра, какой-то сюжет, и ты в этом сюжете играешь какую-то роль, ты сам. И ты общаясь, ну, не знаю, может быть, там, как-то рядом с мафией. Вот тебе предлагается сюжет, у каждого есть свой сценарий, никто не знает, что у тебя в сценарии. Вы меня позовите зимой, пожалуйста. Не, ну а с кем ты вечера проводишь? С кем ты бокал вина готов выпить? Появились такие вот, друзья, близкие по духу? Ну, да, мы собираемся. Ну, я скажу так, первое… Ну, ладно, я на пельмени приходила, ладно. Я все видела. А все очень просто. Дело в том, что, ну, как бы, моя профессия, моя деятельность позволяет с людьми очень близко контактировать. И вот таким образом потихонечку накапливается количество людей, они уже не заказчики практически. Друзья, что ли? Да, они становятся друзьями, зовут в гости. Ты мне за кадром сказала, что с компанией мужа переехало еще сколько человек? 40-50? 60, ну, получается, где-то около 20 семей. 20 семей – это вот как единица, это без учета детей, потому что у некоторых и по четыре ребенка, и по три есть. Это Россия, Украина, Беларусь? Да, Россия, Украина, Беларусь, да. Все дружат, все ходят, пьют ракию вместе. Все дружат, все ходят, пьют ракию, делятся машинами. Вот мы не так давно, мы просто брали на прокат машину, но в Будве она нам не особо была нужна. Сюда приехали ребята из Одессы, наши друзья, и мы с ними делили эту машину, мы там, грубо говоря, им отдали на какой-то период ее, они катались, потому что жили где-то очень далеко, в районе Тивата. Очень далеко. Ну, смысл? Да-да-да. Для Тива 22 километра. Да-да-да. Ну, еще у нас тут была ночная охота на банкоматы. А-а-а, и ты там всех видела? Да, там познакомились мы с разными соотечественниками тоже там были, те, которые просто переехали недавно, хотели тут жить, а вот тут такая петрушка. И я удивилась, конечно, что многие просто дупления выбивали, что происходит. Не понимали? Неа. Они говорят, что это, может, все нормально будет, но сейчас пару месяцев войска выведут, все хорошо будет. Я на них так смотрю, как-то это, ну, да-да, только спокойно, ребята. Давай с позитивного. Чем тебе приятно удивила эта страна? Ну, может, чего ты не ожидал совсем? Неважно, может быть, люди, продукты, погода, вот все, что угодно. Ну, наверное, как сказать, наверное, уже прислал вот такая фраза, отношение людей к людям. Черногорцы совершенно безапелляционные такие люди, которые всего-навсего к вам будут всегда относиться хорошо. Да. В любом случае он может обидеться, он может расстроиться, но тем не менее он будет с вами очень лоялен, очень разговаривать, долго будет разговаривать, поэтому все равно придет к какому-то хорошему результату. да, в Черногории нет определенного сервиса, например, в тех же ресторанах, как многие удручающие говорят, ой, такой сервис, ой, такой неевропейский. Ну, страна самодостаточная, опять-таки повторюсь. У них такие, там, традиции, да, они никого не торопятся. Вот самое, что интересно, они никого не торопятся. Надо понимать, что мы в гостях. Вот. Именно. Не то, что мы в гостях, а то, что мы вообще приехали к этим людям и они радушно нас встречают. Любого человека в эмиграции что-нибудь начинает раздражать, особенно первый-второй год тяжело привыкаешь к чему-то. Что тебя в Черногории раздражает? В Черногории в первую очередь меня раздражают русскоязычные эмиграции, которые ни черта не хочет интегрироваться, которые принципиально как будто бы не хотят учить местный язык. Жалуются, что он им непонятен, что он им оказался сложным. Это не японский язык, кстати, это славянский. И они считают, что вот если они будут здесь разговаривать на русском языке, что их поймут. Ну, может, в курортной зоне их действительно поймут, но с местными подружиться будет очень сложно. Потому что у меня как раз сложилась дружба вот с этой черногорской семьей, про которую я, по-моему, даже еще не рассказывала. Но я просто начала говорить с ними на их языке. И все сложилось. Заяц, вот какие советы у тебя будут людям, приезжающим? Ну, можно же, конечно, пошутить, что… Как? Приезжайте и сразу вливайтесь в местную жизнь. Ага. Как ты? Ходить по кофанам утром, да? Да, можно по кофанам утром ходить. В каждом городке есть пекарь. Пекарь, да? В каждой пекаре есть потрясающий хлеб. Это моя боль. Я его не ем постоянно. То есть любовь к Черногории через желудок, правильно, Валер? Я так думаю, ну, не только через желудок, но это один из прекрасных моментов, который тоже удовлетворяет тебя полностью во всех твоих потребностях. Ну, и там же и знакомства. Валер, ну, хлеб насущный – это хорошо, а что-то более такое приземленное подскажи какой-то совет. Ну, понял, не про еду. Не про еду? Да, хорошо. Ну, во-первых, если ты сюда собираешься приехать, наверное, и на какой-то как-то основываться, нужно какой-то багаж знаний все-таки иметь. А где его взять? Ну, это подчеркнуть можно в основном в социальных сетях, поскольку у них очень сильно здесь это все развито, и между местными, и между русскими, между нерусскими. Ну, в любой Facebook зайди, напиши «Черногория», подпишись на все каналы, какие тебя волнуют, в Telegram, в Instagram. Ну, то есть вся социалочка, она вся здесь есть, и это очень удобно. Здесь не так много сайтов, которые конкретно могут, ну, вот, как у нас есть, там, например, заходишь, и у тебя сайт-магазин, там, еще что-то. Здесь их не так много, но они все есть. То есть можно заказывать что-то там, не знаю, удаленно. У них здесь служба доставки неплохая. Она работает, по крайней мере, как ни странно, как все говорят, ой, здесь не Европа, не Европа. Ну да, здесь не Европа, здесь обычное место проживания местных людей. Балканы. Балканы, да. Ну, это зависит от того, какая причина эмиграции. Ну, назовем сегодняшнюю. Сегодняшнюю. Поймите, что вы уезжаете не на время, а на долгое. Вы уезжаете навсегда. Вы едете на всю жизнь. Вы едете сюда жить. А не так то, что я тут пересижу, потом все закончится, а потом я вернусь. Если мы сейчас говорим о том, что как там история возвращается и так далее, тогда вы вспомните тех, кто возвращался в 30-е годы, когда к власти пришел Сталин и все подумали, что там все хорошо, мы сейчас поедем. И подумайте, вспомните, что стало с этими возвращенцами. И просто наступать на те же грабли, мне кажется, безопаснее будет. Ну, как-то не на позитивной ноте закончила. Правда, она, конечно, глаз режет, зато будете к ней готовы. Я надеюсь, вам это интервью с Валерой привнесет некую пользу, некую ясность. Вы почерпнете полезные советы. А Валерии пожелаем и дальше заниматься гедонизмом, наслаждением в этой стране. Все эти хорошего и классных клиентов. И найти, возможно, свое место под солнцем. Ну, оно уже, в принципе, под солнцем. Так что все остальное – это только дело твоих рук, желаний и возможностей. Это правда. Я думаю, что в мечтах нашей дочери все-таки, да, чтобы мы ее выпустили в жизнь и оставили, наконец-таки, в покое, в обычной жизни. Но я думаю, что мы в любом случае с ней пробудем до ее совершеннолетия. А потом, почему нет, Черногория – прекрасная страна. Сидишь, пьешь винишко, вечером допиваешь раки, общаешься с людьми, встречаешься. Это супер. Классно. Бонусом-то ты получаешь море. Бонусом я получаю гораздо больше. Я получаю не только море, но, мне кажется, несколько лет, а то и десятков лет жизни. Потому что здесь я смогла выдохнуть и спокойно, вот просто чувствовать свободу. не бояться. Не бояться. Здесь, конечно, не Европа, не Евросоюз, хотя здесь ходят Евро. Здесь Балканы и особенная ментальность, о чем стоит помнить. Но, что важно, здесь есть люди с добрым сердцем, которые вас всех примут, обогреют, дадут вам мир, покой и море.